Хавошла в нынешний сезон великолепной победой над СКАМ, Дабытый в овердайме, сегодня принимает Минская Динамо. Команды, которая пока не набрала матча и в большей степени была озадачена... ...в обойму Челябинского трактора, тоже соотечественник Владимира Денисова, игрок с беларуським паспортом, правда сегодня в четвертом звене. Ну и так, опять... Пестунов сейчас в атаке, и бросок из подзащитника Александр Шинин, между прочим, защитник, накатился, но, пожалуйста, Пестунов еще один бросок, и мы видим Скриминс, реагирует на эти угрозы, достаточно опасно, говоря. Не в привычке команды из Башкирии. Бросок у Албом, добивание, шикарный сейв Скриминса! Как у Шинина, изначально первый бросок, вот этот раз не самый удобный получился для отбивания, но не подставил пушку, то есть, возможно, это, что в первом моменте, в первый бросок, но он, да, бросал ворота, 6-1 номер, 2-8. Степанов, ох, как здорово! И Каланшайка пропала, и под лучшие, если не в лес. Очень интересный транслятор, и дальше, дальше. Станет, в конце концов, момент сегодня есть. Соглашусь, очень интересная игра, и в момент, как, в облоте, как... Кислая шайба, перевод на защитника, эх, пас не получился на Белова, но транзитом через партнера шайба доставлена. Скриминс потерял ее из виду, но добить не удалось. Ворот стынет. Секрасно попал, естественно, Мирнов по шайбе, которая была включена от защитника Николая Белова. Соперника на своей синей линии он ее дождался, ну, собственно говоря, он и заставил соперника ошибиться, перевод. Ух ты, какой бросок хитрый с кисти. Артем Сиванькаев. Сиванькаев. И Пуцини закатывается в зону. Мы говорили о том, что на вторую сотню пришло все за прошли шаг, отправление, счет 1-0 в пользу трактора, И Куциня запишет глаз за результативность. Честно говоря, это камер разобрался. По-моему, Евгений Весовец. Пусть другая пешачка и соперник. Время речи, вообще, кто-то, который... Кольцов. Сейчас, разок Константин. Микен Константин, Кирилл Томиченко. Бросок опасно Белова. Идет такой прострел вдоль пары, но это Константин идет. И если игрок подставляет шайку, то клюшку под шайку очень тяжело. Но в низкой дистанции зареагирует, потому что я уверен, что корня трассы целостные. Вот Пускулов так тоже считает. Черников не открывается по передаче. Пускулов до последнего рома цели репортера. Но Черникова там уже отопил. Игроком не исполнил. И Кистан Кенки. Защитник команды. Прогласил Патачев. Довольно перспективно было позиции. Момент упущен. Трактор пытается разыграть. Эпизод Кикуциня. Скрытое перетачивание. Кольцов и нужно забивать. Акция не попал Мирнов с первого раза. В том момент был упущен. Скрытое перетачивание. Походит уже в зону свою. По слову прием. Попал здесь Жульдикафа. Пожалуйста, Минск выскакивает к воротам. Но одиношняя. Здесь атака. Вот. А что, удаление не были? Удаление. Так, я думаю, и руководитель. Первая тройка сейчас нападения на Челябинского трактора. Мы с тобой обращали внимание, что накладывает ее на четвертое звено. Вот смотри-ка. Один-оденщик становится. Минчане великолепный момент использовали. Евгений Елисовец. Это, между прочим, да. Евгений Елисовец оказался в результате. Постоянное выбрасывание. Пересмел. Немного. Игра потеряла свою динамичность. Постоянное выбрасывание. Опять к разговору, да. О цене выгодного выбрасывания в зоне Атаке. Искать победу вторую. Трактор проводит сегодня свой восьмой поединок. Опасный момент. Сейчас выкатывается Ленгле. Из-за ворот. Как-то далее спокойно выходится. И смотри, что делает вообще. В принципе, Динамо. Подкидка. Всполнение сейчас Элисона. Это были на тракторе Валерия Белоусова. Все, кто не придет на этот матч, придут на следующий. И у Трактора большая домашняя серия. Бело бросает поворотом. Добивание едва не получилось у Кольцова. Ох, как Белоус сейчас опнулся в соперника. И начнется гранта сейчас. Потому что атаковало просто откровенно. И я не скучаю, что это была атака в голову Белоусова. И поворотом осталось. Либо Белоус пошел перед отбой. Ну да, может, какое-то повреждение получилось. А вот Скрилиц опять пожарных за воротами. Поздай! Бол! Я говорил в первом периоде, что Скрилиц доиграется. Потому что Лотинж самоуверенно, неуверенно, а самоуверенно рукует за ворота. И порой непонятно, что делает. И щекуете нет. Он показывает выход на пятницу. Совершенно без эмоций на все смотрит. И воспринимает тут все совершенно спокойно. И Белоус сегодня проставится с вами. Здравствуйте! Замемчалами. Бросок по воротам. И шайба сейчас один черт отбитает. 2-1. Можно упростить свою игру. Мы видим четыре кисти. Спокойно в своей зоне. Встречают Элисона. Бросок. И пока Косворот шайба попадает. Ну там Жудиков, он сам разберется. Жудиков должен был встречать. Есть рядом защитник. Я думаю, что он тебя подстрахует. Просок, гол. 2-2. Одно под Комарат. Хороший, временный просок. Дальний угол. Вот к тому шайба расстаться. Мы не видели его агрессации. Поэтому вынуждены сам идти. Очень долго он ехал. И в итоге поставил своих пакетов на синей линии. И нехорошо было. 3-2. Ничего себе, что Минс творит. Вот это да, Клинхаммер. Датаря, ну иди-ка, атакуй его. Или если ты посаживаешься, то уже улови шайбу про себя. В итоге вот эти вот приседания закрывают. Отход на датаря. И получили баллы за результативность. Здорово переместился. Я произву шайбу. А вот сейчас момент может быть. Неплохой передача. Кое-то добивание будет. Но шайба-то уже в щитках скривенца. Это же буро. И это действие скривенца помогает решить бюджет в трассе. Отхлады звучит сирена. И Минская Динамо одерживает вторую победу в нынешнем регулярном чемпионате. Динамо одерживает вторую победу.